Добро пожаловать на Кольскую землю! Давно мечтал побывать на Хибинах. Многие мои друзья и те, кто увлекаются горнолызным спортом, сноубордом и снегоходами, говорят о том, что на Хибинах длинный сезон. Здесь можно кататься даже в майские праздники. Кто-то сюда специально приезжает отмечать даже День Победы на снегу. Поэтому, когда губернатор Мурманской области Андрей Владимирович Чибис пригласил нас в опору России провести здесь Совет регионов опоры России, мы сразу решили, что это обязательно должно быть на горе. Один из дней мы должны посвятить именно горнолыжному спорту. И вот мы приехали в Кировск. Мы видим, что много уделяется здесь комфорту. Здесь есть дом молодежи, я увидел, дом культуры, музеи. Достаточно много гостиниц. У нас видно, что не только здесь есть крупное горнодобывающее предприятие Фосагра, но и здесь развит туризм. Сегодня мы только что с нашими коллегами из 50 регионов нашей страны прокатились по южному склону. Надеемся прокатиться и по северному. И мне кажется, в России, особенно в таких регионах, которые находятся далеко от центра, нужно так и жить на природе, постоянно не только хорошо работать, но и хорошо отдыхать. Опоры России. Расскажите, что это? Опора – это общероссийское объединение малого и среднего бизнеса. Это 80 с лишним региональных отделений по всей стране, где собираются вместе неравнодушные предприниматели, которые считают, что ты не только должен заниматься бизнесом, но и улучшать страну, создавать комфортное пространство не только для себя, для других людей. Самому развиваться, учиться друг у друга, поддерживать друг друга в непростое время. А такое случается, как сейчас во время пандемии. Ну и вместе с тем двигаться к новым высотам. У нас главная задача на самом деле бизнеса – это обустройство страны. Чтобы страна жила богато, а такое было и будет, я думаю. Страна жила свободно, страна давала простор для талантов. Вот взять, допустим, горнолыжные курорты ваши. Вы посмотрите, здесь инструктора. Как правило, это самозанятые, малый бизнес. Это все люди, которые своим трудом зарабатывают себе деньги. Это и есть малый бизнес, это и есть настоящая Россия. Ваша поездка имеет ознакомительный характер или все-таки будут некоторые рабочие вопросы, которые предстоит решить? Рабочие моменты связаны с тем, что в Арктике не так просто делать вообще бизнес, а малый бизнес делать тем более сложнее. И мы готовимся к саммиту глав государства Арктического совета, который пройдет в апреле месяце в Санкт-Петербурге. На нем будет председательствовать Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны. И мы разговаривали с фондом Росконгресс и получили поддержку, опоры, что одна из сессий будет посвящена молодежь в Арктике. Что необходимо дополнительно сделать, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась здесь. И даже приезжали молодые люди, чтобы они находили себя здесь, чтобы здесь созданы были условия, чтобы было бы здесь легче зарабатывать, раскрывать себя. Это, конечно, непростая задача. Мы считаем, что подходы должны быть такие, что те, кто здесь живет и работает, они должны получить дополнительные преференции. Это единственный способ, чтобы люди возвращались на север. Очень самобытный, интересный регион. И я думаю, что те, кто приехал сюда, здесь и Севастополь, и Хабаровск, к примеру, вся страна практически здесь. И если бы не съезд лидеров опоры России в Мурманской области, может быть, многие бы из них и никогда не побывали в Заполярье. Но теперь я слышу, что многие хотят приехать привезти семьи, показать детям музеи, показать детям Баренцево, Белое море. Ну, а кто-то хочет сюда вернуться в марте уже в разгар сезона и откатать сезон, закрыть его, может быть, в удовольствие свое. Поэтому логистика достаточно комфортная, самолетов достаточно много летает. И я надеюсь, что люди, ведь они экономику поддерживают. Мы достаточно много купили гостиниц, люди посещают кафе. И все это ведь тоже идет на благосостояние жителей Кировска в том числе. Вернемся обязательно. Видите, горы зовут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!